Я вижу, что уже процесс начался. Вкратце, к тем, кто не слышал и не знает, что такое солнечная батарея с планарным концентратором, я объясню, что это такое, и немножко даже потрогать, подержать. Я являюсь автором проекта «Солнечная батарея планар-сан» с планарным концентратором. Планарный концентратор – это устройство, которое позволяет солнечный поток, который падает на всю эту поверхность, перераспределять два противоположных торца, то есть вот сюда батарея. Солнечная батарея просто на текущий момент самая дорогая часть является фотоэлектрическая пластина. За счет применения вот такого относительно дешевого устройства-концентратора можно количество этой дорогой части уменьшить в 7 раз. И оставить преобразователь только на торцах. Вот такое вот устройство, собственно говоря, я представляю, патент. Можно трогать. Да, можно трогать. Можно трогать, и примерно в конце августа, в конце августа я представлял очередную ситуацию с проектом на команде «Собрать на очередной рабочей встрече РВК-Терем». Я тогда находился в ситуации, когда мне нужно было... То есть у меня как бы ситуация еще продолжается, но она сейчас значительно решена. У меня 15 октября заканчивается срок международного патентования. То есть возможность реализации перевода своего патента, который я получила Российская Федерация, на международный уровень. Собственно говоря, он мне нужен и важен, потому что я считаю, что проект имеет мировой масштаб влияния. И без юридической защиты международной я его не смогу внедрить в массовое производство. У меня есть, кстати, это внедряет не я, а кто-то другой. Собственно говоря, поэтому я на тот момент искал средства и деньги для реализации возможности запатентовать данное устройство за рубежом. Что стоит там, условно говоря, от 150 тысяч рублей и дальше там до 500, до 600, то есть на секущем этапе. Поэтому мы, обсуждая разные вопросы, то есть мне представители команды Терема предложили попробовать народное финансирование. То есть это Людмила Семенова и Денис Рудых сказали, «А почему бы это тебе не запустить народное финансирование?» В общем, эта мысль показалась исключительно ценной и важной, являлась руководством к действию, которое потом было реализовано и воплотилось в то, что деньги мы собрали. Задавай вопрос. А там какие-то крапления, черточки. Это дефекты. А, понятно. На каком ресурсе собирали деньги? Ресурс называется «Бумстартер». Как? «Бумстартер.ру». «Бумстартер». «Бумстартер». Да, «Бумстартер». Это первая площадка, номер один в России, которая в народном финансировании. То есть она гораздо мощнее. Ну, ладно, я не буду сравнивать с МТ. Есть «Бумстартер» и «Бумстартер» и «Планета.ру». А третья дальше – это «С миру планетки». То есть там, в принципе, они за год, в августе у них исполнился год существования, через них было собрано порядка 30 миллионов рублей в общей сложности. В основном все эти проекты имели исключительно, скажем так, гуманитарно развлекательный характер. То есть это, например, такие проекты, как «Проспонсируйте съемку фильма», видеоклипа, музыкального сопровождения, издание книги. Например, там есть примеры, когда люди собирают деньги просто на путешествия вокруг света, для того, чтобы люди могли сделать красивый отчет о том, как они путешествовали по миру. В общем-то, собирают хорошие средства, чтобы пропутешествовать. То есть в этом смысле мы были фактически первым проектом приборостроительным и технологическим, который собрал необходимый СУС средства для успешных способов. В общем-то, их было не очень много за всю историю. Порядка пяти, наверное, проектов, которые пытались собрать деньги на такие задачи. Собственно говоря, поэтому вопрос успешности проекта на данной площадке был очень большой, но у нас просто альтернатив не было. Ну, я сказать, они были, но они все имели примерно те же самые состояния. То есть, что планета РУ, что с миру по нитке имеют все в основном социальный характер. Социально-развлекательный характер. Я сказать, с миру по нитке больше именно социальный. Поэтому, как бы заходить с приборостроительным, да еще с патентом, ну, это просто было невероятно, что мы можем собрать деньги. Но мы решили, что... Ну, просто не то, что мы решили, у меня просто выхода уже не было. То есть, это называется, когда вот капитан команды ищет варианты решения и делает вывод, что привлечь к другим способам средства у него просто сейчас нет каких-то возможностей, и видит единственный путь здесь. Вот поэтому мы заявились, решили. То есть, команда, которая работала со мной, загорелась. Сказала, ну, почему нет, давайте попробуем. Что за команда? Ну, то есть, там, 4 человека, которые в команде. Ну, 3 плотно работали. То есть, там, я, моя жена, я нашел дизайнера. Есть студент с Томска, который занимает системой с режимами. Видите, есть Денис Рудых как бизнес-консультант. Поэтому мы, скажем так, собрались, начали накидывать материал для бумстартера, накидывать какие-то варианты вознаграждения, вообще, что мы хотим представить. Как правило, мы посмотрели, например, то есть, мы вдохновились примером, есть на кикстартере успешный российский проект, который собрал 500 тысяч долларов. Долларов? Долларов. Приборостроительный. Ну, туда заявились. Приборостроительный, да. То есть, это команда из Ежевска, она там, как ламерат. Если ты знал, почему тогда ты туда не заявился? Нет, мы могли туда пойти, но у нас просто ресурсов не было. Мы не, у нас не было, у нас презентации, кикстартеру, у нас вообще никакой не было презентации. Ну, что ли, нужно было просто сделать, туда заявиться? Есть понятие, стратегия развития задач с ограниченными ресурсами в вечном времени. Соответственно, ресурсы месяц назад у нас были ограничены, и мы решали то, что можем сделать, и то, что реально сделать. А брать на себя задачу, которую мы не были уверены, что мы можем сделать, ну, в общем, я считаю, это... Ну, а сейчас сможете же вон ту задачу взять на себя и... Не исключено, а даже однозначно мы будем переходить на кикстартер. Но кикстартер требует глубокой подготовки. То есть, это англоязычная версия. Это хорошая видеосъемка. Это оформленный материал, доступный простому американскому... Как это называется? Слайд... Слайд-шоу. Ну, у них есть слайд-шоу, у них есть, называется, там, книжки, карикатуры, которые рисуют... Комиксы. Комиксы, да. В формате комиксов. Ну, кстати, да, очень это... Да, то есть, это совершенно другой формат проекта, который есть у меня сейчас. То есть, и чтобы его переформатировать, это... Ну, на самом деле, это ключевая проблема. Ключевая проблема... Ну, собственно говоря, я выложил материал, раз. Прошла через материал, моя жена более, скажем так, как менее техничный человек, обрезал все ненужное, сказал вот это выбрасываем, 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 оставляя минимум самое короткое, самое доступное, понятное. Ну, я уж смотрел, думаю, почти ничего нет. Ну, вроде, ладно, суть изложена, суть изложена, все. Мы это выложили, в ответ получили огромное количество критики. Вообще ничего не понятно, вообще недоступно, вообще просто классный проект, но всем людям будет непонятно. Пошла переработка материала еще глубже. На самом деле, это ключевая вещь. То есть, я, будучи техническим человеком, я мыслю образом своих задач. Потребитель мыслит своими образом. И вот, чтобы перейти с образов технического языка в образ потребителя, ну, в общем... Легче удавиться. Да, в какой-то степени да. То есть, на самом деле, кто должен быть посредник, то есть, множество людей, которые вот эту связь накладывают. То есть, в принципе, вот Терем, он, Денис, следил за этим, и ты следил, они им выдавали вот эту вот связь. С Сашей вообще. Да, с Сашей воином, то есть, он выдавал. И спиртная поддержка была на высоте. Да. Я, если честно, стеснялась, я тебе потом расскажу. В Фейсбуке, ВКонтакте, та же самая история. То есть, люди выписывали, говорили, ну, что, надо было по-другому, и так далее, и так далее. То есть, и вот это, конечно, момент переработки материала, это был момент, ну, как, серьезного напряга. Да, мне нужно было самому что-то как-то упрощать. Ты тоже молодец, потому что ты так мужественно всю эту критику удерживал. Для человека, который сейчас будет смотреть то, что ты сейчас говоришь, скажи сумму, то есть, которую тебе получилось собрать. Ну, сумму, то есть, мы заявляли 150 тысяч рублей, мы собрали 216 тысяч 260 рублей. В Новосибирске это и то. То есть, в Новосибирске было 5 успешных. Фактически за 21 день. Вот. На самом деле, мы примерно 19 дней собрали 10 тысяч рублей, потом был один день, когда мы собрали 200 тысяч рублей, и еще один день, когда мы собрали еще 300 тысяч рублей. Ну, я не скажу, 20 тысяч рублей. Там 0,5 тысяч рублей. И все. Но следующий этап – кикстартер. Конечно, мы пойдем на кикстартер однозначно. Победем рекорды по сбору денег. Не знаю. На самом деле, кикстартер – очень плотная площадка, она по-другому работает. Там по-другому заходить. То есть, куча еще других, на самом деле, возможностей выйти на международный уровень. Ну, я просто расскажу про ситуацию здесь, про успех. То есть, реально, конечно, нам помог хабр. Хабр-хабр, сайт на хабр-хабр. То есть, это ключевая вещь – позиционировать себя, как ты подаешь проект. И, на самом деле, мы не знали, в каком формате представлять. Вот если от потребителя, то мы не смогли дойти до того уровня. Потому что, на самом деле, у нас еще нет устройства, которое мы могли бы демонстрировать и показывать, чтобы потребитель мог понять. Это не устройство, это научно-исследовательский прибор. Ты с него не можешь понять, где он тебе нужен в доме. Красивая штучка. Красивая, да. Да, да, как презентация, как эффект красивый, он дает что-то. Но как понять потребителю, зачем им это нужно, это как бы ничего не дает. То есть, вопрос, а почему до сих пор не сделали это такие? Потому что технологически это дорогое удовольствие, которое сейчас, даже сейчас я не буду себе оплатить. На самом деле, вот эта вот ребенка, она, ну, вот, собственно говоря, чтобы изготовить ее качество, нужно вот потратить там, он 200-300 тысяч минимум. Да, вот это вот ребенок. То есть, это вот сделано, там, условно говоря, от 1000 за 20, но она не работает, как должна работать. То есть, я не мог показать, как у меня все работает. Я мог только рассказать, как должно все работать. Ну, я как бы в этом смысле, мы сделали видеоматериал, который показывает, как это работает. То есть, и Хабр, Хабр нас просто вот так вот поднял, Хабр-эффект, там в день посещают 20 тысяч просмотров. Это технически. А что ты выложил на Хабр? На Хабр я выложил, на самом деле, совершенно, то есть, вот ситуация такая, что я тогда выразил научно-техническую популярную статью. То есть, то, что обычным потребителям абсолютно непонятно. Которую написал ты сам? Которую я написал сам, да. То есть, в этом как бы особенность, что на Хабре как раз и надо было выдавать научно-технические вещи, и они жаловались мне и говорили, почему мало так мало подробностей научно-технической информации. Мало. Мало. Они меня... Потому что там шли мощнейшие комментарии технического научного содержания. То есть, это научное... То есть, оказывается, у нас в России есть шикарная площадка научно-технической элиты. На Хабре вообще людей для, допустим, публикации статьи очень... Ну, вообще туда не попадешь просто. Я ее публиковал не от своего имени, а потому что меня взяли уже блог, который там популярный и имеет постоянный просмотр. Просто наука. То есть, собственно говоря, вот это благодаря этому блогу, который перед этим, ровно до моего закончания проекта 22 сентября, они собрали 800 тысяч рублей на издание книги. То есть, они вообще поставили рекорд по издательскому вопросу. То есть, ну, там смотришь видеоролик, и ты просто понимаешь, хочу дать денег. То есть, они это как бы уже два года занимаются по поляризации научной информации. И она вот на Хабре занимает очень интересное ведущее положение, поэтому благодаря этому блогу мы попали в топ горячих историй на Хабре в течение суток. То есть, это нам дало... И это что дало? То есть, что в итоге? Как это повлияло? В итоге, фактически, люди начали смотреть, и там 70% говорят, да, я поддерживаю проект, из них там 10% я готов вложить деньги, там 10% негативные, ну, воздержусь, а 10% негативные. То есть, реально пошли первые деньги. То есть, мы вот 10 тысяч у нас было до этого собрано, первые там 6 часов положили там 30 тысяч, покупая устройство. Фактически, мы реализовали несколько вещей. То есть, мало того, что мы собрали деньги на патент, по правилам народного финансирования нельзя предлагать людям долю. Долю. Долю, да. То, что я изначально предлагал, нельзя предлагать, ну, будущие выгоды и так далее, и так далее. То есть, можно продавать только конкретное устройство в качестве вознаграждения. Устройство, грамоту, ну, в общем, то, что ты можешь передать. Вот. Поэтому мы заявили, что через год мы продаем людям солнечные батареи для зарядки мобильных устройств типа планшета, айфонов. То есть, выставили там цены. Условно говоря, самыми главными покупателями стали покупатели таких устройств, которые через год ожидают, что мы им поставим солнечную батарею, самую эффективную в мире по самой доступной цене. Благодаря устройству планарного концентратора. То есть, теперь у нас... Фактически, мы сделали предпродажу больше 20 устройств уже купленным. Теперь мы через год должны им отправить, изготовить и отправить. За деньги? Деньги они уже заплатили. Все, они уже заплатили деньги. Деньги они уже заплатили. Вот. Кроме того... Кому они деньги? Мне заплатили. И вот эти и есть 200 тысяч, которые набрали. В 2 тысячах уже 2 приборов, каждый из которых нужно заложить деталь, обработка которой 300 тысяч. Нет, 300 тысяч это... Ну, в общем-то, правильно. Вы правильно говорите, потому что я там пишу на проекте, что сам проект требует около полутора миллионов рублей. А собираю я деньги на патентование за один из подэтапов. И если вы хотите получить устройство, мне нужно будет собрать еще 500... А ты берешь на себя какую-то ответственность, если вдруг через год не получится? Ну, по правилам бумстартера я ничего не теряю, кроме репутации. Вот это отлично. И, по-моему... Ну, вот карта пошла. Карта не пошла. Нет, там поэтому была большая претензия. Едет в неверии. Просто лохотрон. Это... О-о-о, там... Ну, вот то, что сейчас максимум. То, что не вкладываешь никакого имущества. И мне кажется, что вот в МГУ у нас проходит экономика и менеджмент организации. Вот. Там всякие какие-то тонкости. Вот. Может быть, тебе бы стоило послушать. Ну, ладно. Ну, я просто рассказываю. И был один способ, который просто дал 150 тысяч рублей. Это какой. Вот он. Ну, человек из города Омнинска. Просто вот... Я прихожу, не верю в глаза. Было 30, смотрю, 180. Все, то есть, вот он просто дал и все, и сказал. Но ты его не знаешь? Я его не знаю. А ты с ним созванивался, разговаривал? Ну, мы потом с ним по скайпу связывались, переписывались. Ну, в целом, я ему предложил... Он как-то сказал, как-то, ну, рассказал, почему он это сделал? Ну, он говорит, я верю, что у вас проект интересный, перспективный. А деньги есть. А деньги есть. Говорит, если надо, может быть, и потом еще проинвестируем. А наш Саша что-нибудь вложил? Ну, не знаю. Насколько это публично можно говорить. Нельзя. Нельзя. Нехорошо. Да. А до 15-го ты успеваешь, да, все? Ну, как? Не все успеваешь. Верить, сказать, все идет в режиме того, что сейчас как бы деньги есть, есть параллельно еще много людей. То есть, фактически, я как бы параллельно обошел проблему с Гумстарсером тем, что я говорю. А вообще, у меня есть сайт, на нем загляните, посмотрите. Там интересное предложение инвестиционное есть. Там есть и, когда я предлагаю долю за деньги, и есть предложение, когда я говорю просто, вы можете оплатить вообще патентование в любой стране, я вам отдаю 49% владения патентом. Кошмар. Это много. Нет. Слушай, ты вообще... Это, ты знаешь, зато в одной отдельной стране. И это привлекло ко мне. Сейчас есть человек, который патентует в США, есть человек, который патентует в Израиле, есть человек, который хочет патентовать в Китае. Отлично. А США это вот Шольц? Штейн. Штейн. Штейн, да. То есть ты с ним связался, он подтвердил. Мы сейчас работаем. То есть я перевыполнил свой план в три раза. В три раза. Потому что, ну что бы я сам... Ну, эти 120 это не дешево. Это очень выгодное предложение всех. Ситуация такая. Моя коммерциализация проекта увеличивается в разы. Если бы я не успел, если я не успел запатентовать в этих странах, я останусь с маленькими патентами в СНГ. Даже 50 или нет, 2% всего. Это, ну ладно, в общем, отдельно. У нас... А если такое выгодное предложение, не теряйтесь. Выгодите. Понимаете, я знаю, что на текущий момент это для меня гораздо больше приращение капитала. Денис не вызывает, как бы, в смысле, человека неумного. То есть как бы он сильно много продумал. Я думаю, что он все взвесил и продумал. У меня вот любопытство вложат. Наверное, не испытывал. Вот сейчас я ищу человека, который помог оформить в Армении. Можно мне... Если есть выход, то дайте контакт. Это, то он мне прям гложет, да? Собственно говоря, ну, насколько я понимаю, да, все то, что делает энергия, оно находится сбоку, правильно? Ну да. Вот. И туда ты ничего нового не вносишь. Не вношу. Не вносишь, да? Абсолютно. Ты вносишь, просто делаешь зеркало. Отражаешь ложь, правильно? Я специально зеркало делаю. Я не могу понять, что там за хрень такая сложная, которую 300 тысяч нужно, чтобы сделать. Но я тебе объясняю. Матрица требуется рельеф, чтобы он был точный, с точностью до там... Угол. Угол вырезать, да? Угол. Точные углы и поверхность очень качественная. Это лазер, да? А в чем проблема? У нас технологически это не могут изготовить в России почти никто. Всего два предприятия изготовить. Это нужно изготовить высокоточную матрицу. Ну что, и на ЧПУшных станках не могут прорезать? ЧПУ тебе дают микробную точность. Мне нужно нанометровую. Ох, фьюшкин кот. Можно ничего больше? Да. Вот сейчас уже, вот оглядываясь назад на вот этот вот путь пройденный, какое, что самое ценное для себя ты взял? Понял. Вот из этого куска или из этого успеха? Я, наверное, скажу так. Ключевая вещь, вот почему, скажем так, я перестал ходить на государевые деньги и на деньги, скажем так, ну, венчурных фондов. Потому что все три года положительная обратная связь шла от людей. А там шла критика, экспертная оценка и так далее. То есть, как бы реально сила шла от людей. И в конечном счете сила от людей, я как бы, почему меня, допустим, жена поддержала? Потому что она говорит, нормально, сила оттуда идет, ты ее берешь, черпаешь, она может легко превратиться в деньги. Там, где сила не идет, там денег не будет. То есть, как бы, для меня стало понятно, что там силы я трачу в пустое болото. А люди, они, вот все три года они поддерживают проект своим позитивным отношением. Включая тебя, всех-всех-всех. То есть, всех любых, кому я не рассказывал. Поэтому, как бы, народное финансирование является, как бы, очевидным решением поиска и привлечения средств в таком случае. Если сила оттуда идет, надо оттуда ее и брать. Ну что ж, твои 20 минут завершились. Что было ценным для тебя, вот, за эти 20 минут? Ну, ценно было, в принципе, рассказать про историю успеха, фактически первый раз. Первый раз, да. То есть, ну, в общем, услышать какие-то вопросы, связанные там, про деньги, тоже интересно. Много-мало и так далее. То есть, ну, в принципе, какая-то оценка все равно интересна, важна, нужна. Вопросы, связанные с тем, что происходит, ну, собственно говоря, ключевой момент, с чем связан успех. Ну, то есть, собственно, вот это вот кристаллизация и это понятие, с чем связан успех, это цель. Ну что ж, давайте поблагодарим Демисуса за этот вопрос.